В данном случае это нейрорефеторный мочевой пузырь называется. Если бы был пузырный мочеточник рифлис, то он там еще делится по степеням. И в зависимости от степени принимается какая-то тактика ведения больного. С головы до пят. В день рентгенолог Татьяна Цветкова просматривает до 50 снимков. Сколько снимков, столько же и заключений. В каждой нужно смотреться, над каждым подумать. Ведь за снимками стоят здоровье и жизни детей. Уже больше 30 лет Татьяна Владленовна занимается обследованием всех органов и систем человека. После прохождения интернатуры открывался вот этот вот большой корпус и нас оставляли на работу после интернатуры. И предложили вот несколько специальностей на выбор, кем бы хотели остаться работать в этой больнице. И я вот выбрала врача-рентгенолога. Потому что я еще два года медсестрой подрабатывала в детской травме. И мне очень нравилось рассматривать эти снимки, искать линии перелома. И все подружки свои все показывала. Она говорит, я не удивляюсь, что ты стала рентгенологом, потому что ты мне все время эти снимки показывала. А в этом году Татьяна и две ее коллеги из детской краевой больницы получили государственные награды от Министерства здравоохранения России. О своих трудовых подвигах врачи много не говорят. Уверяют, что достаточно просто любить свою работу. И не жалеть сил на то, чтобы дети выходили из больницы здоровыми и счастливыми. Тебя сейчас беспокоит что-нибудь? Нет. Нет? Ни боли никакие не беспокоит? Нет. Ни температуры у тебя нет? Нет? Ты как обычный ребенок ходишь в школу, нигде никаких у тебя ограничений по нагрузке? Нет? Нет? В отделении находятся дети со сложными пневмониями, патологиями органов грудной клетки, пищеводой и другими опасными заболеваниями. Чтобы поставить на ноги ребенка, педиатры работают параллельно с хирургами. Задача педиатра – поставить диагноз, определить объемы обследований и лечения, тактику ведения ребенка после выписки из стационара. Это не награда мне конкретно, это награда коллективу, потому что один человек в такой сложной работе ничего не сделает. Это награда коллективу, коллективу единомышленников, с которыми мы практически 33 года решаем сложные задачи. И если бы не этот коллектив, конечно, и не состоялся бы никакой конкретный личный один человек, потому что это так. А вот и хирург, она же заведующая отделением экстренной хирургии Екатерина Шмырева. Под ее контролем и с ее непосредственным участием в отделении оперируют детей, в том числе и неонатального возраста, тем, кому не исполнилось даже месяца с момента рождения, а также детей с экстремально низкой массой тела. Таких специалистов, как Екатерина Шмырева, в крае – единицы. Безусловно, категория детей, которые неонатального возраста – это достаточно сложная категория, потому что этот ребенок не может пожаловаться вам на какие-то проблемы со своим здоровьем. То есть здесь, в первую очередь, опыт, который совместный хирургов, неонатологов и врачей-реаниматологов. И, соответственно, это команда, которая занимается непосредственно детьми данной возрастной категории. Детская хирургия, она очень интересна. Безусловно, видеть улыбки детей, видеть, как они уходят здоровыми своими ногами из отделения – вот это дорогого стоит, и, наверное, ради этого мы здесь и работаем. Врачи года во всех основных специальностях выбирают и награждают уже несколько лет. Сегодня Минздрав Российской Федерации во взаимодействии с властями региона реализует массу программ, направленных на то, чтобы профессию врача снова сделать престижной. Ведь эта профессия требует глубоких знаний и практики, большой отдачи железных нервов, выдержки и самообладания. Катерина Матвеева, Алексей Заровный. Новости на Восьмом.